Встреча президентов Беларуси и России состоится сегодня в Сочи. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят актуальные вопросы развития двухсторонних отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности и взаимодействия в интеграционных структурах. В центре внимания сторон и международная повестка дня. С марта вступает в силу обновленный кодекс об административных правонарушениях. Некоторые статьи касаются нарушений ПДД. Теперь в автоматическом режиме будет фиксироваться отсутствие техосмотра. Письма счастья водителям будут приходить по почте. Сейчас ГАИ усиленно проводит рейды. Специалисты напоминают, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин. При повторном нарушении от 2 до 5 базовых. Медикам, переболевшим коронавирусом, профсоюзы компенсируют стоимость санаторных путевок. Для того, чтобы поправить здоровье или пройти реабилитацию, им нужно заплатить чисто символическую сумму – 5% от реальной стоимости услуг. Их оказывают по такой схеме 13 здравных системы Белпрофсоюз Курорта. К играм в Токио готовится около 260 белорусских спортсменов. Квалификационное требование на право участия в играх выполнили свыше 70 человек в 16 видах спорта и 64 дисциплинах. Предполагается, что к завершению олимпийского отборочного периода у белорусов будет 110-120 лицензий. Сегодня в Попройске проводятся работы по уборке снега, в частности на Максима Горького, Пушкина, Секорского и проспекте строителей. Автовладельцев призывают не оставлять машину на проезжих частях, чтобы не мешать снегоуборочной технике.